Здравствуйте! В эфире программа события в студии Лариса Шлафаст. Все самое интересное за прошедшую неделю в нашем выпуске. В Самаре вынесли приговор по одному из самых шокирующих дел этого года. Харитона Горячкина признали виновным в убийстве трехлетней падчерицы. Почему приговор оказался мягче, чем просила прокурор, подробности в репортаже Олеси Корецкой. Неприличные жесты для прессы и самоуверенный вид. Все это не вяжется с человеком, который заверяет суд, что раскаялся. Я готов принести любое наказание. Я готов жизнь отдать, лишь бы вернуть время назад, но это, к сожалению, невозможно. Во время оглашения приговора не по себе становится даже работником суда. Описание того, как здоровый сильный мужчина истязал маленькую девочку, нельзя слушать равнодушно. Ребенка Горячкин бил методично, а в день убийства разошелся особенно сильно. У трехлетней Василисы эксперты констатировали черепно-мозговую травму, множество ушибов, а скончалась она от разрыва печени. Как могла мать девочки это допустить, вопрос по-прежнему риторический. Они познакомились в социальной сети, быстро решили жить вместе. По словам Горячкина, он полюбил и Наталью, и ее дочь и никакого вреда причинять не хотел, но по материалам дела руку поднимал на обеих. Мать девочки делилась сомнениями с друзьями, даже отправляла в сообщениях фотографии синяков, но каждый день уходила на работу, оставляя дочь со своим сожителем. Когда девочка случайно опрокинула на себя кастрюлю с горячим супом, в больницу обращаться не стали. Ожоги решили лечить дома, побоялись вмешательства полиции. Как потом выяснилось, от такого лечения у ребенка началось воспаление во внутренних тканях. Соседи слышали подозрительный шум в квартире, но не вмешивались. Харитон Горячкин вину свою поначалу отрицал, потом признал частично, а в последнем слове даже вроде раскаялся. Все эти дни я очень скользлю. Так хочется наложить на себя руки и искупить вину перед всем человечеством и амином, перед самым дорогим близким человеком Наташей. Кого сейчас власти нет. Жесть, короче. Психиатры характеризуют Горячкина как склонного к суициду, побегу и членовредительству. Сторона обвинения просила 16 лет лишения свободы. Приговор оказывается значительно мягче. В совокупности преступления на основании 69-й часть 3-й уголовного кодекса СССР путем частичного изложения наказания окончательно назначат Горячкину 13 лет лишения свободы, создавая наказание исправительной колонии в строгом режиме. Учли ранее погашенную судимость за наркоторговлю, положительные и отрицательные характеристики, а также то, что Горячкин болен неизлечимыми болезнями, астмой и туберкулезом. И если меньше месяца назад детоубийца уверял, что готов принять любое наказание, то теперь он не готов сидеть за свое преступление 13 лет и намерен в апелляционной жалобе скостить срок на 3 года. Олеся Корецкая, Максим Гусев. События. Приказали долго ждать. Полгода жители дома на Черемшанской страдают из-за коммунальной аварии. Недавно здесь поменяли теплотрассу, но сейчас новые трубы полностью оказались в воде и гниют. Подрядчик, несмотря на это, свою работу завершает. А ресурсоснабжающая компания не торопится искать причину протечки. В ситуации разбиралась Валерия Макарова. Уже несколько дней жители обороняют этот котлован от рабочих. Он для них не иначе последний бастион. Внизу новые трубы теплотрассы, которые поменяли совсем недавно. Сейчас их залила вода, которой здесь быть не должно. У подрядчиков горят сроки, их работа выполнена и котлован нужно зарывать. Однако жители категорически против. Технику и близко не подпускают. То есть то, что они новые сейчас заменили, они же будут гнить. Они сейчас закроют, а вода-то будет так и поступать в эти трубы. Что толку-то? Они сейчас нам опять закроют, эта проблема не решена. Проблемы на Черемшанской 147 начались еще в мае, когда здесь стали менять теплосети. Все они оказались в воде и работу пришлось остановить на два месяца. Вызывали водоканал. Водоканал списывал на грунтовые воды. Но в итоге, когда уже раскопали дальше трассу, нашли утечку. Водоканал согласился, что это их спустя два месяца и устранили. В итоге мы за месяц-полтора смонтировали трассу. Но вот сейчас, подходя к дому, опять появилась холодная вода, которая откуда-то поступает и по лоткам течет в подвал жилого дома. После осмотра подвала мастер дал неутешительное заключение. При входе водопровода из фундамента идет вода, прям струйкой течет. Это значит где-то порыв на водопроводе. У вас такое уже было? Ну, бывало, да, здесь вызывали уже в том году. Заглянуть решили и в колодец, что рядом с трубами. Из него регулярно приходится откачивать воду. И сейчас в протечке жители винят именно его. Колодец полной воды. Они приезжают и откачивают. И все. Там либо течет труба, либо там задвижка вышла из строя. Надо ее откачать, надо посмотреть, надо заменить. Либо задвижку, либо трубу поменять, либо заварить ее. Ничего не делается. Ничего. Откачали, уехали. Это все приезжает с мая месяца. За разъяснениями мы обратились в Самарские коммунальные системы, кому и принадлежит колодец и водопровод. Там утверждают, что о проблеме жителей узнали только из нашего запроса. Напрямую к ним никто не обращался. Хотя и припоминают, что аварии в этом районе не редкость. Труба водоснабжения, она действительно в очень плохом состоянии. С высокой степенью износа. И периодически возникают проблемы. Это там трещины, утечки. Мы запланировали на будущий год все-таки найти возможность поменять ее. Этот участок трубы переложить. На Черемшанскую специалисты СКС выехали на следующий день после того, как там побывала наша съемочная группа. Причиной протечки действительно оказался тот колодец, на который сразу указали жители. За его ремонт возьмутся уже в ближайшие дни. Мы, в свою очередь, тоже продолжим следить за судьбой дома. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов. События. Газовая опасность. Сразу в трех городах страны – Рязани, Тюмени и Иваново – произошли взрывы газа. По всей стране сейчас проверяют газовое оборудование в жилых домах, в том числе и в Самаре. Как обезопасить свое жилище, узнала наша съемочная группа. В пятом доме по улице Магнитогорская плановая проверка газового оборудования. И в первой же квартире специалист сразу находит утечку. Видите, вот шкала, она показывает, если концентрация повышенная, газовая утечка, у нас шкала начинает двигаться вверх. Здесь вот утечка в кран. О том, что в кухню медленно поступает газ, владельцы квартиры не подозревали. После диагностики слесарь оперативно устраняет неполадку. Вскрыл его кран, смазал его, вот и закрыл. Утечки нет сейчас. И такие случаи не единичные. Часто жители не знают об опасности. С начала года в Самарской области жилищная инспекция провела 830 проверок и выявила больше 300 нарушений. В основном это незаконные перепланировки и старое оборудование. Были случаи, когда вместо специального газового шланга люди подключали к плите резиновой для воды. Но главная проблема в том, что жители нередко препятствуют своевременной проверке оборудования. Проблема такая возникает, и она серьезная. У нас в этом году при проверке газового оборудования внутри дымового было выявлено 11 нарушений. Из них мы выдали предписание 7 штук. И 5 предписаний нам пришлось отправлять по почте с уведомлением. Так как жители не хотели получать эти предписания. Так как они понимают, если они выручат и распишутся за данное предписание, им придется все это выполнять. После участившихся случаев со взрывами газа сразу в трех городах страны, на федеральном уровне озаботились правовой стороной вопроса. Законодательная база требует изменений и ужесточения ответственности за подобное ЧП. Министерство строительства уже разработало специальный документ. Правительство очень серьезно озаботилось этими проблемами. И сейчас Министерство строительства разработало и уже выпустило инструкцию о том, какие требования предъявляются пользователям, каким образом они должны осуществлять свою деятельность в части соблюдения правил пользования газом в быту. Специалисты газовой службы напоминают, в вопросе безопасности основная ответственность лежит на жильцах. Если газовое оборудование проработало больше пяти лет, его желательно заменить на новое. Особенно внимательными нужно быть, если в кухне установлены пластиковые стеклопакеты. В этом случае проветривать помещение нужно чаще. И никогда не препятствовать плановой газовой проверке дома. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов. События. Реакция общественности, обнаружение в Самаре подпольного цеха по забою собак, события, связанные с издевательствами над четвероногими в Хабаровске, все это вызвало большое возмущение в обществе. В сквере Высоцкого прошел пикет в поддержку ужесточения закона о жестоком обращении с животными. Андрей Горгуленко тоже оставил свою подпись в петиции. В цивилизованном обществе нужно как-то более цивилизованно и гуманно относиться именно к нашим меньшим друзьям. Что природа нам, как говорится, преподнесла и создала для нас. Ларису Стрелец, как и многих собравшихся в сквере Высоцкого, беспокоит судьба братьев наших меньших. Недавние события в Хабаровске, где девушки издевались над беззащитными животными, шокировали всю страну. В Самаре, как и еще в 70 городах России, прошли пикеты в поддержку ужесточения закона о жестоком обращении с животными. Мы, организаторы, являемся такими же людьми, кто просто не смог остаться равнодушным. И появилось желание хоть как-то поучаствовать в этом, внести свою лепту. Самара эта тема волнует, это радует, потому что это подтверждает, что все-таки у нас, мы любим животных. И мы готовы для них что-то делать. Своеобразную эстафетную палочку о старте пикеты города передавали друг другу. Самара эстафету получила из Серпухова, а передала в Иваново. Привет, Иваново! Это Самара! Животные наши друзья! Мы против жестокости передаем скабетам вам! В интернете петиция против живодеров уже набрала несколько тысяч голосов. В сквере Высоцкого тоже был организован сбор подписей. Это очень действие, на самом деле, сбор на бумажных носителей подписей неравнодушных граждан, потому что за каждую подпись стоит реальный человек, который выражает свое мнение, свою гражданскую позицию. На данный момент самарская петиция набрала уже 500 подписей, и сбор еще продолжается. Затем все документы будут переданы президенту России Владимиру Путину. Андрей Горгуленко, Артем Сулайманов. События. Затонувший под Самарой самолет Як-52 достали из реки Татьянка. Инструкции, как поднимать из воды воздушные суда, нет. Спасателям пришлось полагаться на свой опыт и интуицию. Действовали аккуратно, чтобы не повредить самолет. За спасательной операцией наблюдала Марина Кравцова. Операция по поднятию затонувшего самолета Як-52 длилась около пяти часов. Из воды воздушное судно доставали в два этапа. Сначала водолазы приподняли машину на дном реки. Это была самая сложная часть. Подложить под него мягкий понтон и оказалось проблематично из-за небольшой глубины. Место, куда он приводнился, достаточно мелкое. Примерно где-то около двух метров, двух с половиной метров глубины. На сорок сантиметров мы его приподняли. Но так как еще фарватер такой, бугры, поэтому тащили аккуратно. Затем самолет под водой отбуксировали к причальной стенке, куда подъехал специальный кран. Он и поднял почти полуторатонный груз в воздух. Это удалось сделать достаточно быстро и без сбоев. Ждали только пока из кабин стечет вода. Спасатели все проделали очень бережно, чтобы не повредить самолет. На первый взгляд, значительных повреждений самолет не получил. Об воду сломаны только лопасти винта. Сейчас самолет разберут, снимут крылья и доставят на аэродром в Бобровку, где проведут тщательное обследование, по итогам которого решат, подлежит ли самолет восстановлению или же отправится в музей. Як-52 принимал участие в воздушной части парада памяти 7 ноября, когда возвращался на аэродром, пилоты заметили неполадки с двигателем и приняли решение приводниться на реку Татьянка вдали от жилых районов. Летчики сами выбрались из кабины и не пострадали. Летчик выполнил всю согласенную инструкцию. Самолет посадил, жизнь спас себе, кажется, окружающим. Самолет целый, восстановим, я думаю. По некоторым версиям, неполадки в оборудовании могли возникнуть из-за слишком высокой влажности воздуха. Следственный комитет выясняет причины экстренной посадки на воду. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Одним из самых ярких событий недели стал парад памяти. Он был посвящен присвоению Самаре статуса город трудовой и боевой славы. Спустя 75 лет по площади Куйбышева вновь прошагали солдаты и прошла военная техника. За парадом наблюдал Андрей Горгуленко. 75 лет назад на трибунах стояли представители дипмиссии, эвакуированных из Москвы. Сегодня на почетных местах тоже самые важные гости – ветераны, среди которых и участник знаменитого парада 41-го года, только московского. Мы потом только через некоторое время осознали, что мы принимали участие в историческом событии. И что это событие имело очень большое значение. Торжества начались с возложения цветов к памятному знаку. В это время парадные расчеты уже выстроились на площади и ждали приказов генерал-майора Александра Протченко. Открывали парад расчеты, одетые в форму Великой Отечественной войны. На винтовке моси, на трехлинейке и лыжи на плечах. Именно с таким снаряжением прямо с парада в 41-м солдаты уходили на фронт. Сразу за ними историческая техника клуба «Они сражались за Родину». Расчеты военных кафедр и патриотических клубов. Замыкал военный парад «Бессмертный полк» с героями Отечества. Под аккомпанемент народного артиста СССР Василия Ланового. Это те, кто в штыки поднимался, как один, те, кто прав в Берлине. В этом году парад посвящен присвоению Самаре статуса города трудовой и боевой славы. А потому, помимо парадных расчетов, по площади прошли и трудовые коллективы. Представители канала «Самара ГИС» вместе с депутатами Городской думы были в числе первых в колонии. А всего мимо трибун прошагали 35 тысяч человек. «Огромное количество людей приняли участие в параде. И это очень здорово. Потому что мы видим, какое количество молодежи принимает участие сегодня. И видим интерес. У людей хорошее настроение. Люди хотят участвовать в этом мероприятии. И это подчеркивает то, что у Самары есть огромное будущее». Погода решила тоже вспомнить ноябрь 41-го. Тогда в день парада было минус 20 градусов. Сейчас, конечно, теплее, но холодный ветер со снегом не помешали парадным расчетам пройти четким и выверенным шагом. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Ярче алмазы и тверже стали. В Самарском университете разрабатывают материалы, которые могут изменить мир. Научно-исследовательский центр создает драгоценные камни и керамические проводники электричества. Когда теорию можно будет реализовать на практике, узнал Олег Зверев. Этим алмазам не нужна огранка, поскольку существуют они пока только в виде теоретической разработки. Но по оценке физических свойств эти кристаллы превосходят природные бриллианты. При их создании ученые планировали сделать модификацию тверже натурального камня. Получилось ярче. Всего шесть новых решеток, которые уже можно получить экспериментально. Мы провели прогнозирование новых веществ с алмазной структурой, которые обладают схожими характеристиками, как и алмаз, но превосходят их по ряду физических характеристик, в частности по яркости блеска. Уникальные методы предсказания новых материалов разрабатывают в Самарском университете. Здесь работает одна из лучших в мире школа теоретического материаловедения. Так сложилось исторически. А с появлением нового оборудования возможности самарских ученых стали практически неограниченными. Сегодня за их открытиями следит весь мир. Центр сотрудничает с ведущими научными школами мира. Это святая святых, процессы разработки новых материалов. Суперкомпьютерный кластер производительностью 20 триллионов операций в секунду. Здесь всегда шумно, поскольку работают мощные кондиционеры. И уникальные программные обеспечения также разработали ученые Самарского университета. На нем можно проводить достаточно серьезные вычисления. Его мощность порядка 20 террафлоп. Конечно, на общем фоне всемирном это выглядит не очень много, но для рабочей группы, когда у нас считает человек 5, это достаточно много. Чем больше быстродействия, тем быстрее решается конкретная задача. Новые материалы – самое перспективное направление в мире. То, чего не создала природа, сегодня вполне по силам человеческому разуму. В Самарском центре готовы предложить самые причудливые материалы. Твердые электролиты на основе алюминия, которые могут изменить наше представление об электромобилях. Если разработка выйдет в тираж, электрокар из предмета роскоши превратится в народный автомобиль. И, соответственно, батареи, которые могут быть сделаны с использованием алюминия, проводящих материалов, они могут быть в несколько раз компактнее и экономичнее, и обладать гораздо большей емкостью хранения энергии. Новые материалы вычисляют даже студенты. Татьяна Ахмедшина на четвертом курсе. Специализируется на создании интерметаллических структур. Большие перспективы использования в авиационной и космической промышленности. Добавляя даже незначительное количество их, мы можем улучшить качество материала. То есть получим совершенно новый материал с другими свойствами. Лучше, чем прошлый. Сегодня вопрос в том, чтобы все эти разработки получить экспериментально. По оценкам американских ученых, время от теоретического предсказания кристалла до запуска в серию сокращается. Если раньше процесс занимал порядка 20 лет, то уже скоро будет всего два года. Россия пока отстает. Но все же самарские ученые надеются, что их разработки останутся здесь и смогут найти применение. Тем более, что в перспективе это будет так же просто, как сегодня распечатать деталь на 3D принтере. В будущем, я думаю, этот процесс перехода от компьютерной картинки к реальному веществу будет сокращен, ну, не знаю, там, если не до дней, то, может быть, до недели или до месяцев. То есть будет происходить очень быстро. Вы прогнозируете и потом, подбирая соответствующие материалы, непосредственно создаете тут же какую-то деталь или вещь. Олег Зверев, Сергей Баскин. События. Разыскать путь в страну авангардика и встретить футуриста – все это можно было сделать в «Ночь искусств». Всероссийская акция прошла во всех регионах страны, став продолжением целого сериала, так называемых «Ночи музеев и кино». В «Бессонную ночь искусств» Олеся Корецкая успела заглянуть сразу в три самарских музея. Город не спит, он погружается в «Ночь искусств». В музее «Модерна» Всероссийская акция проходит под эгидой моды «Бель эпок» – «Прекрасные эпохи». В программе – музыкальные номера на фортепиано, вокал, рассказы об истории самарского костюма. Большинство людей, которые приходят на «Ночи», они обычно приходят первый раз вообще в музей. То есть они знакомятся таким образом, видят, как у нас здорово, и приходят еще раз. Жемчужные экспозиции – выставка «Женская мода в стиле модерн». Платье с украшениями ручной работы из личной коллекции историка моды Александра Васильева. Приглушенный свет, музыка – все создает настроение мысленно примерить наряды и поймать то самое настроение «Бель эпох». В других залах к прекрасному можно прикоснуться. Мастер-класс по росписи на ткани. Наталья Лагвинова здесь частый гость. Подобные мастер-классы посещаю третий раз. Первый раз у меня был мастер-класс по печати «Акварель плюс пастель». Второй раз мастер-класс был «Печатная графика». И вот пришла третий раз уже на другой мастер-класс. Это для меня первая работа, но мне нравится. Я тоже решила приобщиться к ночи искусств и занялась росписью по ткани. Весь секрет в том, чтобы правильно смешать цвета. Тогда можно получить много-много разных оттенков. А в художественном музее посетители собирают из осколков разрушенный мир. Таково задание квеста «Лабиринт эпох». Здесь живая музыка, слайд-шоу, мастер-классы, фильмы и лекции каждый час. Искусство обступает со всех сторон, вытесняя повседневную суету. «Оказавшись в чужом городе, тут же идешь по музеям, смотришь, за границей тем более. Обязательно приехал даже на неделю, успеваешь побывать в нескольких музеях, в любой загранице. А вот в родном городе почему-то остается за бытовыми всякими вещами». Все залы открыты. Выставка наград из музеев Московского Кремля, произведения Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. И, конечно, Пабло Пикассо с его игрой в искушение. В странство по времени отправляются все. И министр культуры в эту ночь пришел сюда как обычный посетитель. «Это на самом деле такой формат, конечно, в первую очередь молодежный, но и не только, который позволяет все-таки приобщиться к миру искусства и, что называется, интерактивно приобщиться, то есть поучаствовать в каких-то процессах в обычные дни. Но, как правило, невозможно. То есть это строгая достаточно обстановка, а вот в эти ночи это возможность погрузиться в процессы». Буквально через дорогу в новом выставочном центре литературного музея немноголюдно, но не менее атмосферно. Здесь открылась выставка про Эдконтра группы художников ЧЖНС. Они с одинаковым восхищением относятся и к холсту, и к обычной стене. Их картины в стиле граффити и стрит-арт нацелены на яркую эмоциональную реакцию, как, впрочем, и все искусство в эту ночь. О бессмертных гусарах замолвили слово. 91-я отдельная бригада Управления 2-й гвардейской армии получит почетное название Александрийское в честь 5-го Александрийского гусарского полка. Он дислоцировался в Самаре в начале прошлого века. Почему же об этих гусарах помнят до сих пор, смотрите в нашем следующем сюжете. На берегу реки Кацбах, почерневшие от дождя и крови, сошлись в яростной схватке французские кирасиры и русские гусары. По всем законам военной науки, закованные в стальные латы всадники должны были снять и растоптать легкую кавалерию. Но вышло наоборот. О боевых подвигах гусар Александрийского полка в 19 веке знала вся страна. Бесстрашные и смелые офицеры были готовы отдать жизнь ради своего отечества. В бой шли с девизом «Победи или умри». Служить в таком полку было престижно. В Самару 5-й гусарский Александрийский полк передислоцировался осенью 1910 года. Уже через 4 года он отправился на фронт. Практически сразу в самарских газетах начали появляться статьи о героических поступках бессмертных гусар. Уроженец села Елховка Самарской губернии Николай Кочетов После гибели командира взял командование на себя и лихой контратакой обратил противника в бегство. На счету Александрийского полка сотни побед. Славное дело своих предков продолжает 91-я отдельная бригада управления 2-й гвардейской армии. Она 65 лет дислоцировалась именно в Александрийских казармах и во время Великой Отечественной войны воевала в тех же местах, где в Первую мировую сражались бессмертные гусары. И теперь 91-я бригада получит почетное звание Александрийское. Такое поручение дал министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Таким образом мы храним традиции и храним память о той части. То есть вместе с почетным наименованием передается все традиции этого полка. Соответственно мы попытаемся восстановить и музей этого полка уже в части. Ну и в общем-то военнослужащие могут чистить свою историю уже не с 42-го года, когда образована эта бригада, а с 1776 года, когда образован Александрийский полк. После подготовки документов и согласований с Центральным военным управлением 91-я бригада вместе с названием получит все права этого полка. Таким образом военная часть будет хранить традиции и память о славных бессмертных гусарах. Лариса Шлафаст, Юрий Корнаухов, Сергей Баскин, События. На этом наш выпуск завершен. Хорошего вам настроения, отличных выходных. Спасибо, что были с нами. До встречи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА